Здравствуйте! В эфире первого городского проекта «Место происшествия». В студии Михаил Вагин. Смотрите в этом выпуске. Не вошли в поворот. Два человека погибли в ДТП под Санчурском. Вес, как стекнышко. Сто процентов. Значит, 1,393. Допустимо, 0,16. Пошли в атаку на журналиста. Не боишься? Иди сюда. Че ты? Так иди сюда. Только перцовка успокоила пьяных друзей на «Фольксвагене», которых задержали сотрудники ДПС на улице Ломоносова. Сначала вспыхнула веранда, а затем и весь дом. В котельниче серьезный пожар унес жизнь пенсионерке. Это опасное вождение уже настораживает. На улице Некрасова камера зафиксировала гонщика и хулигана на поло 812. Два человека погибли в ДТП под Санчурском. Там вылетел с трассы и врезался в дерево водитель «Жигулей» седьмой модели. Подробности в рубрике «Обзор аварий». Авария произошла 4 июня в период с ночи до 8 утра на дороге Санчурск-Корлики. По предварительным данным ГИБДД, за рулем был студент, который совсем недавно отметил свое совершеннолетие. Скорее всего, на скорости он не вошел в поворот, вылетел в кювет и врезался в дерево. От удара ствол переломило, машину искорежило, а водитель и 27-летний пассажир авто получили смертельные травмы. Сейчас по факту смертельного ДТП следователи проводят проверку. На путепроводе по улице Воровского произошло ДТП с участием общественного транспорта. По словам водителя Пазика, ему перегородил путь водитель встречного автобуса. Якобы из-за этого пришлось перестраиваться влево. В итоге пасс задел попутный Ниссан, который ехал в среднем ряду. Пострадавших нет. И еще один водитель автобуса устроил аварию на улице Ленина. По предварительным данным полиции, он отвлекся на датчик давления масла и слишком поздно заметил «Инфинити». После удара на дороге образовалась пробка. На улице Карла Маркса женщину водителя Киа слепило солнце и во время перестроения она врезалась в «Фольксваген-транспортер». Медиков на место аварии не вызывали. Еще одна женщина попала в ДТП на улице Роза-Лексембург. По предварительным данным ГАИ, она поворачивала на улицу Загородная. Не справилась с управлением и врезалась в припаркованный БМВН. После удара виновница аварии вызвала сотрудников ГИБДД. Пострадавших в этом происшествии нет. Михаил Вагин, Сергей Пичугин. Место происшествия. Только перцовка успокоила пьяных друзей на «Фольксвагене», которых задержали сотрудники ДПС на улице Ломоносова. Водитель Егор и пассажир Роман после остановки вели себя сначала странно, а потом неадекватно. Ситуация усугубилась, когда Егор прошел тест на алкоголь. Противостоял пьяным друзьям наш корреспондент Павел Москвин. Патрульный автомобиль ДПС водитель «Фольксвагена» заметил сразу и остановился. Водитель Егор прикрылся книжкой, а пассажир Роман понял, что другу грозит штраф и лишение прав, поэтому сначала попытался о чем-то договориться с одним инспектором ДПС. Затем попытался поговорить с другим, но ничего не вышло. Напоследок Роман решил разобраться с журналистом. И вроде бы между всеми участниками задержания и оформления возникло понимание. Водитель Егор согласился пройти экспертизу. Затем Егор продул в трубку алкотестера. Выяснилось, что Егор не трезв, как стеклышко, а пьян, как сапожник. Градус ударил в голову мужчине и его другу. И они пошли в атаку на журналиста. Перцовка успокоила нападающих. Теперь они уже не думали о том, кто и зачем их снимает на видео. Присядь, 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 присядь. Можешь? Давай. Аккуратно, аккуратно. Впрочем, Егор не сдавался. Пригрозил журналисту разборками в спортивном зале. Ты когда в зал придешь, я с тобой посмотрю, как ты говорил. Какой зал? Вы почему на меня двоем прыгаете-то? Кто? Вы? В итоге Егора оформили как пьяного водителя. Сейчас ему грозит штраф и лишение прав. Михаил Вагин, Павел Москвин. Место происшествия. В эфире проект «Место происшествия» и мы продолжаем. 4 июня вечером в Котельниче загорелся жилой деревянный дом. Огонь полностью уничтожил квартиру. Ее хозяйка, 66-летняя женщина, погибла. Все подробности в рубрике «Сводка». Во вторник, 4 июня, в Котельниче вспыхнул жилой деревянный дом. Пожар начался на веранде четырехквартирного дома, а затем начал распространяться. На месте ЧП работало четыре пожарных расчета. В итоге одна квартира и крыша сгорели полностью. Погибла 66-летняя пенсионерка. По предварительным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки. По факту ЧП следователи проводят проверку, уточняют обстоятельства трагедии и ущерб под пожаром. Еще один крупный пожар 4 июня произошел в поселке Красная Поляна Вязкополянского района. Загорелись 30 сараев, стоящих во дворе около двух жилых домов. Тушение осложнял сильный ветер, который несколько раз менял свое направление то в сторону одного дома, то в сторону другого. В результате пожара хозпостройки сгорели полностью. В жилых домах от высокой температуры лопались стекла. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается. Рассматриваются все версии. Одна из возможных – детские игры с огнем. Волонтеры и полиция разыскивают в Амутнинске 10-летнего Никиту Кокорина. 4 июня в 7.30 утра мальчик вышел из дома и не вернулся. Если вы знаете, где может находиться Никита Кокорин, сообщите по телефону на экране. Алина Котрихова, место происшествия. Хотел угодить девушке пьяный водитель мотоцикла на улице Упита, но в итоге он устроил погоню. 27-летний бесправник катал подругу на байке как раз в том месте, где шла сплошная проверка водителей. За парочкой поехал патрульный мотоцикл. Вскоре погоня переместилась сначала в Садаковске, затем в поля деревни Мараки. Чем закончилась эта погоня, смотрите в следующем сюжете. Ну за что задержаны сейчас в машине находятся? За то, что гонялся, в общем, от патруля и не остановился. А на чем ездили? На мотоцикле. Это была весьма опасная гонка. Водителя Сергея и его пассажирку, которые ехали без шлемов, командир взвода Сафонов заметил на улице Упита. Далее погоня переместилась в район поселка Садаковского. На ровном асфальте китайский байк немецкому не соперник. Как это понял водитель и свернул на разбитую дорогу в сторону деревни Мараки. Водитель Сергея все это время уговаривал полицейского не преследовать его. Пассажирка, кажется, уже была не рада таким приключениям, а водитель все равно продолжал ехать, несмотря на требования остановиться. Вскоре лихач свернул в поле, надеясь, что хотя бы там у него будет преимущество. Но патрульный байк не отставал. Водитель пытался оправдаться и уверял, что он ехал без нарушений. Также гонщик пытался, что называется, давить на жалость. Возле лесопилки мотоциклист остановился, оставил пассажирку и побежал. Но его сразу же догнали и задержали. Только тогда у водителя включился здравый рассудок. Не-не-не, все, я подниму и все. Я без дерганий отвечаю. Все, все хорош. Мы уже и так это надзратились на... Почему не останавливался? Потому что переживал за нее. А пил зачем? Потому что не знаю почему, если честно. Спустя несколько минут после задержания водитель рассказал, что катал девушку на байке, а когда он заметил спецсигналы, в нем проснулся азарт. Не знаю почему. Что-то внутреннее мне как бы так хватило. Давай-давай, может быть, там сейчас уедем и без всяких проблем. Водитель не скрывал, что выпил пиво и даже хотел хлебнуть пенного еще, но до экспертизы что-либо пить ему запретили. Результат составил 0,372 миллиграмм на литр. Допустимо 0,16. Достаточно. Более, чем в два раза превышает. С данным результатом согласны, освидетельствуют? Согласны? Да, нет. За пьяное вождение без прав в категории А водителю грозит административный арест от 10 до 15 суток. Также на него составили еще три материала. За вождение без шлема и госрекзнака и за то, что не остановился по требованию полицейского. Михаил Вагин, Сергей Пичугин. Место происшествия. В эфире проект «Место происшествия» и мы продолжаем. На улице Некрасова камера зафиксировала гонщика и хулигана на поло 812. Об этом и в других дорожных происшествиях в рубрике «Видеорегистратор». На улице Некрасова уже известный нарушитель на поло 812 проехал перекресток по встречной полосе. Наглые водители уже не в первый раз совершают опасные маневры. То он дрифтует на Октябрьском проспекте, то ездит на красный сигнал. Такое опасное вождение уже настораживает других водителей и пешеходов. На улице Макаренко мать двоих детей переводила через дорогу своих мальчиков. Владелец регистратора знал, что пешеходы в этом месте постоянно переходят дорогу и вовремя снизил скорость. На перекрестке улицы Московской и проспекта Строителей водитель УАЗа не уступил дорогу машине с камерой. На улице Казанской таксист на Хонде не рассчитал маневры и выехал на встречную полосу. Водитель машины с камерой успел остановиться и в итоге избежал лобового столкновения. На перекрестке улиц Шорса и Ульяновской яма наказала водителя красной Тойоты, который повернул из правого ряда налево. На Октябрьском проспекте водитель Хонде не пропустил и напугал девушку-пешехода. На площади Лепси девушка-пешеход перепутала сигналы светофора и пошла на запрещающем. Впрочем, вовремя одумалась и вернулась на тротуар. Михаил Вагин. Место происшествия. На этом все. Если вы стали очевидцем какого-либо происшествия и сняли его на свой мобильный телефон или на любительскую видеокамеру, присылайте свое видео на наш электронный ящик. mpkirovsobakoinbox.ru или пишите к нам в группу ВКонтакте «Место происшествия Киров». В студии для вас работал Михаил Вагин. Будьте внимательны и осторожны. Увидимся на Первом городском. Субтитры создавал DimaTorzok